как католику мне вполне логично подводить итоги года накануне рождества который в россии называют католическим на самом деле она всемирная мы на форекс рынке торгуя на платформе телетрейд в рамках нашего эксперимента достигли цели о которой говорили 20 процентов в финале года хотя конечно еще несколько дней торгов и цифра может измениться но вряд ли принципиально и логично что мы такой вот рождественской блок практически последний в этом году записываем в офисе академии трейдинга телетрейд где мы с петром пушкарем встречались со слушателями академии с будущими трейдерами с теми кто уже начал торговать и хочет разобраться более четко в рынке поэтому я наверное даже говорить не буду сегодня результаты на экране а кстати предположение моей что все-таки придется использовать всю ту же версию основную то есть удешевление доллара по отношению к основным мировым валютам ну плюс некоторые события на владельности а ну а дальше предоставлю слово и самому себе и петру потому что то что мы сегодня говорили здесь точно она актуальна и для нашего видео но и всем хорошего рождества все зарабатывается на сам рисковом рынке я бы вложил депозит на самый консервативный рынок несмотря на несравнимую доходность и это не случайно потому что только такое отношение на мой взгляд может обеспечить гармонию рисков у нас например как вы знаете единственная страна в мире где население вместе с правительством но правительство на словах население на деле искренне хотят укрепление рубля ну может быть еще на милии где-нибудь северной кореи больше нет банк японии 60 производит интервенции да трамп бьется с фресом что доллар стал дешевле а мы с вами живем в стране где вот в новостях политики выступают беремки рубль на полном серьезе то есть согласитесь это уже показывает что что-то не так и боже вас сохрани не читайте до обеда советские газеты да ведь других нет вот никаких и не читайте для вас рубль это вопрос просто собственной покупательной способности он уже давно оторван от экономики от нашего личного тпд страны нам не нужна дешевая национальная валюта потому что нечего продавать нечем конкурировать торговать на паре доллар рубль честно говоря мой для последних дел серьезно это самое не продуктивное занятие потому что этот курс он не настолько сильно коллегится в целом и он плохо предсказуем на два-три рубля люди успевают прожить жизнь детских занятий они начинают доллар загнется доллара экономика доноризация вообще все все упрят потом они заканчивают вуз потом они выходят на опросу потом они значит выходят на пенсию и спокойно отправляются в мир иной где значит ожидаются вот этого загиба добр вы вполне можете оказаться например в самолете ну летите куда-то и узнать что легче например вы помните вашей жены и в этот момент вы искренне хотите ему инфаркта только вот делать это в полете это вот высшая стадия идиотизма вот когда у нас обсуждают предстоящие крат американской экономики это вот желать инфаркта летчику в салоне которого вы сидите мы живем в стране которая когда не понимаете вообще ничего не может не может а брюк уже не выращивать мачтовый лес как при николае первым уже никому не нужен 1 триллион 400 миллиардов положено у китайцев в американский фондовый рынок на втором месте японцы 1 триллион 200 миллиардов я думаю что каждый из нас если положил во что-то полтора триллиона конечно хотел бы это обрушить но когда человек приходит на рынок и когда его зовут на рынок с посыла что это прекрасное место где можно не работать изначально скорее всего он обречен на не успех если с вами такое произошло если вам это удалось вы должны понимать что доля случая в этом все-таки вот в этом сфере заработки она все-таки была довольно существенной и если уж вам удалось там сотни или двух тысячи процентов заработать уже то с этого момента нам начинать соблюдать вани менеджменты какие массы когда мы будем делить наши деньги у вас не будет вот этого синдрома когда при каждом движении в вашу сторону вам хорошо а при движении против плохо при движении против немного у вас будет никакая какой я молодец что я забрал ту половину на мой взгляд форекс и вообще финансовый рынок это прекрасное дополнение дополнение которое в случае успеха освобождает нас вот лишних бытовых проблем от какой-то может быть дефицитов финансов но это ни в коем случае не замена того чем живет наш мозг чем живет наша душа они называют нас игроками они говорят что мы зависим от удачи они утверждают что это не настоящие инвестиции они отстаивают свои лозунги получая за это зарплату мы получаем прибыль только когда проверяем свои убеждения рынком они дают прогнозы ничем не рискуя мы отвечаем на деле за каждое свое слово они зависят от своих хозяев мы сами становимся хозяевами своей жизни мы добиваемся своего зарабатывая своим умом наблюдая мир и понимая законы движения на мировых финансовых рынках мы торгуем валютой которой вы расплачиваете с в магазинах мы торгуем компаниями в которых вы работаете мы торгуем золотом которая блестит на ваших часах в то время как вы боитесь неудач мы учимся на своих ошибках поднимаемся после падений и покоряем новые вершины мы не боимся потерь мы не боимся говорить о наших потерях мы встаем на ноги после наших потерь и мы становимся сильнее дисциплина и самоконтроль наши партнеры точный расчет и холодный разум наши спутники мы те кем вы можете стать мы трейдеры